Привет, друзья! У нас заболел наш любимый воробьиный попугайчик. Он стал хохриться, перестал петь, перестал вообще какие бы то ни было звуки издавать. Целый день спал, похудел и буквально трясся на жердочке. Состояние у него было действительно очень плохое. И я первым делом поставила ему греющую лампу и записалась к врачу. Мы записались в белый клык к врачу-орнитологу Томашевскому. И повезли туда нашего попугайчика. Доктор осмотрел его и тут же взял помет на анализ. Посмотрел в микроскоп, обнаружил там большое количество мегабактерий. Диагноз нашего попугайчика – мегабактериоз. Мегабактериоз – это заболевание птиц, вызываемое дрожжеподобными грибами. Человеку оно не передается, но встречается у различных видов попугаев и также у сельскохозяйственной птицы. Своё название мегабактериоз, вернее, мегабактерия, получила от внешнего вида микроорганизма. Когда учёные первый раз посмотрели в микроскоп, обнаружили этот микроорганизм, он напоминал огромную бактерию. Назвали мегабактерия, потом обнаружили, что это вообще не бактерия, а дрожжеподобные грибы. Ну и, соответственно, лечение тоже не антибиотиками, а противогрибковыми препаратами. Хорошо действует препарат амфоторицин-Б. Но, к сожалению, у нас в России этот препарат перестал производиться, а зарубежные аналоги достать невозможно. Хотя мы пытались не только по России искать, но и в ближайшем зарубежье. В итоге мы стали думать о альтернативных методах лечения, то есть корректировка питания, потому что в целом мегабактерии в небольшом количестве могут присутствовать даже у здоровых птиц, но у нашего попугая они были реально в очень большом количестве в помёте. Также для того, чтобы исключить какие-то дополнительные инфекции, я сдала помёт нашего попугайчика на бак-посев в лабораторию Биошанс. Но бак-посев пришёл хороший, то есть ничего, кроме мегабактериоза, в сущности нет. На мегабактериоз в Биошансе не берут анализы, там именно на бактерии проверяют. В общем, никаких ужасных патогенных бактерий у нас не было, а лечить от дрожжевых грибков мы стали, называются, подручными методами. Первую неделю я давала нашему попугаю нестатин, но, как врач и предупреждал, ничем это не помогло, состояние его вообще не изменилось. Конечно, была включена лампа и усилено питание. Что касается питания, мы стали нашему попугаю давать многозерновую запаренную кашу, семена абиссинского нуга и семена чья. Семена чья он ел очень хорошо, прямо, буквально, практически только их и ел. Видимо, ему это было комфортно для желудка. А также в его питьевую воду стала добавлять либо уксус, либо лимон, лимонный сок. И делалось это каждый день, свежую водичку, в основном с лимонным соком чаще, чем с уксусом. Ну и вот на такой диете и с таким питьем по прошествии трех недель попугаю стало существенно лучше. Визуально он полностью выздоровел. Во-первых, он набрал вес такой же, как был у него до болезни. Он стал петь, кричать, летать, проявлять активность. То есть его поведение и внешний вид перестали полностью отличаться от того, каким он был до болезни. Так что, в общем, симптоматически он полностью выздоровел. Что касается, конечно, анализов на мегабактериоз, то, наверное, нужно следить к врачу, на всякий случай сдать помет, просто для себя понять, есть ли там теперь эти мегабактерии в таком огромном количестве или нет. Но все равно мы очень рады, что наш попугайчик чувствует себя хорошо и опять радует нас своими веселыми криками и своим активным характером. Всем пока!